Что-то у меня тут сегодня непонятно. А, вон они где. Подняться надо. Можешь даже подняться, если мне мешает с этой снять, с табуретки. Показать. Вот я ее выпустил, она бьется сейчас на гнездо. И вон тот слетел один. А он уже большой. Сейчас я его возьму. Так, подожди маленечко, подожди. Вот молодец. Вот так. Он ждет чего-то от меня. Смотри. Ну-ка, давай. Давай, давай. Вот он где. Вот он где у меня. Это приучается. Так, давай, давай, ешь. Я буду гладить тебя. Ешь, ешь. Гуля, 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 гуля. А там я закрыл ее, не пускаю. У нее вывелись. А этих они вышвырнули. Сейчас на втором этаже они у меня живут. Вот тут такой хорошенький вырос. Дикарек. Вон она. Бьется в это в окно. Ей надо к детям попасть. К детям своим. Так. Ну, этого я кормлю. Вот он на ладони сидит. Пожалуйста. В комнате. Вот он компьютер наш. Вот он где. Ну. Сегодня у нас 24 февраля. Значит, мне некогда с тобой возиться. Иди. Иди кверху. Кверху иди. Вот. Так. И что у них там есть? Вот она что тут бьется-то? Я тебе покажу. Ну-ка, можешь сначала включи свет. Ты посмотри. Там он какой вывелся маленький-то? Два. А одно яйцо там было три. И неизвестно куда делось. Этот вчера вывелся. А этот-то раньше. Теперь этот будет его все время забивать. Но надо следить, чтобы не погубил. Это я подложил им яйца, не от них. Видите, он белый. Это, значит, от породистой. И вчера вывелся вот этот вот. А этот три дня назад там или четыре. А этот вот какой. И выведется. Вот его глаза еще не открыли. Сюда не ему ни к чему там в темноте. Вот он где. Вот еще мокрый. Ну-ка, надо носик что-то у него тут. Вот. Прочистить надо. И она сейчас на них сядет. Сейчас вот она при тебе прилетит. Сейчас я его туда. Ой. А эти на втором этаже. Я их вот так вот в дырку перекрываю вечером. Вот так вот вниз. Вот. И они наверху. А тот не может их бить. Он бьет их. И очень сильно бьет. Вот сейчас положил. Сейчас маленько смотри, как она полетит туда. Обязательно полетит и будет садиться. Успеть надо посмотреть, как она будет. Сейчас я их приману. Вот она прям бьется. Вот. Я положил ей семечки. Приманка. А ей приманка не нужна. Ей нужно детям. Вот она. Сейчас смотри как. Это дикари. Вот опыт провожу такой. Такие болеют. Белые. Вот она. Бегом. Беги. Скажи. Снимай, как она пошла дальше. Дальше. Дальше она пошла. Уже не на счет не смотрит. Скорее. Как она к ним? О, надулась как. Недовольная. Тетя, надо. Скорее. Скорее надо. Все. Вот так села. Кто это увидит в природе, то где? А здесь вот она на глазах. Все. Она оправилась. А вот он сам муж ее летит. Вот он наверху. Вот он сидит справа. А этому молодняк. Двое. Второе. Не знаю, куда там тут. А вон он наверху на коробке. Там у меня в коробке иконы. Фотографии он забился. Вот нечем заниматься инвалидом. Нечем заниматься. Найдешь чем заниматься. Посмотрите на деятельность Сергея Козлова парализованного. Сколько он делает. Какие связи. С кем разговаривает. Как. Я вчера посмотрел там у них разговор. У них это разговор, который люди приходят, обо мне касается. С Бирюковым отцом Сергием разговор. Я даже не знал про этот ролик. Увидел такой хороший. разговор. Я у себя перекачал на память. И они видят, как нападают они, которые на меня. И сравнивают их. Так это только внешнее. За этим-то, что стоит, еще разговора нет. Заниматься надо тем, что интересно. Для других. Ну нападайте на меня. Давайте. Идеальный вариант. Меня сегодня нет. Ну 40 киллеров. 40 киллеров. Заклялись убить. Но не могли убить. Но потом услышали. О, Рим-то. Казнили этого Павла. Савла-то. Он не Павла для них был. Савл. Казнили. Поздравляем. Все. Что поздравляете? С чем? Со смертью лучшего человека в Израиле, который был в то время-то. Но они этого ничего не понимали. Поздравили. А учение-то идет дальше. Дальше-то ничего не могут сделать. И вот они что? Рим-это плохо. Свергнут римское владычество. А тут Рим помог им. Уничтожили. Возле соединяются люди очень быстро. Не смотрят на принципы. Нет у нас царя, кроме Кесаря. Как нету? Это мечта вернуть своего царя. Мечта этого не было. Мечта это нехорошее слово. То есть вожделение Израиля. И вдруг они отреклись перед Богом. Нет царя. И по сегодняшней день нет царя. Нету. И отнял Бог навсегда. А мы сделаем. Сделайте. Но вместо царя... Вон он пришел. А там муж ее. Сейчас должен туда залететь. Наблюдать за ним. Примите Антихриста. Вместо истинного мессия будет этот ваш Машиах. И он будет вам лепить этот номер 666. Я говорю по отношению... За мной гоняются противники-то. А что они гоняются? Бьют по пустому месту. А вот там в Почаево его разбирают. Меня разбирают книги. Ну пускай разбирают. А почему они не могут вас проглотить? 14 лет уже меня долбят за книги. Почему? А вот смотри же. Смотрели. Сумели они в одно время заблокировать. Ну там Георгия Кочеткова. Там Александр Борисов был. Нет? Как-то тронутый. Но они вместе-то. Потому что они вводили что-то новое. Там об ангелах. Я-то ничего не ввожу. Вот Андрей Кураев увидел этот умница. И он говорит. Игнатий-то ничего своего не говорит. Вот он пошел туда. Сейчас соберет эту. Которую я приманку дал ему. Нет. Надо разобраться. Что с женой там делать? Вот. Теперь покажи. Вот он пошел. Вот он сидит. И там дети есть. Нет? А она сидит на этих. Но это в природе невозможно. А эти, которые наверху. Вот такая интересная тарелка. Вода. Пшеница здесь. С этими. Лущеный горох. И семечки. А здесь. Ну, разные. Песок. Соль. Глина. И известь немножко есть. Это для малышей. А у них там свое. Когда надо, поедят. Я лишь отвлекаюсь, чтобы показать. Из-за чего? Когда изничтожное. Из-за еще драгоценное. Полезное. Вот это голуби. Дикария обыкновенная. А теперь, я думаю, даже кормить их. Штук шесть оставить на зиму. Может быть, они как-то дезинфицируют своим присутствием. Здоровые. Моих что, болельщики-то не было? Это голова, когда у них выворачивается. Так и здесь. Да, я не такой. Я больной. Там, ну, разные слова. Там, бесом, демоном называют. Где-то как. Ну, время-то еще не пришло. Но раньше времени-то... Ну, как это сказать? И вот они там не могли в Почаево ничего сделать. Собирались где? Три или четыре только мне сообщили. Сцензорских отделов в разных епархиях работали. Ничего нету. И Андрей Кураев говорит, Игнатий просто поднял целые пласты нашего, забытого. И просто так отвергнул, что Игнатий говорит. Говорит, это не удастся. На кривой кобыле не объедешь это. Главное, что написано мной бесприглядом в пророческом духе. Я верующий. И поэтому я заботюсь, чтобы и гонители все обратились. В первую очередь мы молимся о гонителе. Иногда перечисляем их имена. Обычно на СД у меня почему-то они все. СД. Как говорят, сатана, дьявол крутят этими людьми. Ну, благослови их, Господи, гонители. Это великую награду они собирают. Вот как. И я смотрю, как. Вот даже беспородные какие-то. А я беспородный такой. Ну, не звание, ничего. А может через меня какое-то обеззараживание у вас будет. Как у меня вот надежда такая есть. Так а сколько каждый день новых людей приходит. И когда меня бьют, то бьют по пустому месту. У меня там нет. У меня как Катюша. Давай, и скорее на другое место. Пока они за мной гонятся. У меня в это время, ну, пока не делали. У меня вышло 1100 роликов. Меня в начале бьют, а у меня 38 томов вылетело. В начале долбить у меня 18 тысяч фотографий. В начале гоняться у меня уже больше 4000 роликов. То есть они ничего не сделают. Пока гонялись, я в школах был. А у меня 13 школ, 5 университетов. Радиопрограммы идут, я на другой радиостанции. Здесь в начале, я в Академгородке. На один завод сунулись туда, а я уже на четвертом заводе. К воинским частям не удалось. Одного меня возили по всем воинским частям. Во всех отделах милиции ни одного попа не приняли. Не приняли. А зачем нам, говорит, эти крохоборы нужны? Я работал много лет во всех отделах милиции. Города Барнула, 5 отделов. Городской и Краевой УВД. Так начальник милиции мне говорит, моя милиция-то стала себя тише вести. Начальник тюрьмы, каждый год 17 лет сотрудничаю с тюрьмой. Благодарность. У нас, говорит, ни одного захвата заложников нет. Я говорю, я на лето буду в деревне. Дайте точный адрес, что случится, чтобы сразу притащить сюда. К заключенным сунуть-то. Мне это дано. Да благословит Господь моих гонителей. Они большое дело делают. Они меня делают известным. Увеличивают количество посещений. Ну и прочее. Радуйтесь, веселитесь. Велика ваша награда. Они показывают, что я живу благочестиво. Почему? Да все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Если я был такой же, как они, за кем-то гонялся, их преследовал, я даже это не понимаю, вообще не понимаю, тем более для верующих, тем более для священников. Самое негодное, что у нас в стране сейчас есть, это миссионерские отделы. Вот это сращение с властью. Да как-то раз и плохо. Плохо, хуже даже некуда. Хуже ничего нет. Хуже только преисподние. Потому что они объединяются, как я называю, в кодлу патриархийную. Надо принести покаяние за образование патриархии Сталином Берием. Вернуть к истоку. Заново все это сделать. Что угодно сделать. Но оторваться от гнилых этих корней. Заново начать делать новое крещение. Правильно, с погружением. Но они бьют меня. А что, каноны остаются. Меня убьете, каноны-то остались. Меня убьете, книги-то остались. Ничего не сделайте. А что, убить меня нахотят? Они даже не скрывают этого. По всей стране и за рубежом будут идти молебны благодарственные. С водосвятием, когда меня не будет. Наконец-то Бог убил. Сатану там сверху. Я знаю даже какими словами говорить. А я радуюсь в Боге моем. Я служу ему и каждый день прошу прощения у всех, кого обидел, соблазн подал. Какой соблазн? Я сказал как-то, я говорю, свои мнения не меняю. Так это плохо. Я мнения не меняю относительно священного писания. Я уверовал, как у меня все стоит на месте. Мне в один день Бог открыл. Святые отцы это благо. Каноны это благо. Книга правил это свято. Понятно? А свои мнения, то вот я сказал сегодня, я пойду туда-то. А вдруг сообщили, к вам едут гости издалека. Я сразу тем меняю мнение. Я туда не иду, а я здесь нужен. Меня сегодня. Вот пригласил меня тут Сергей на урагане, на лыжах, чтобы я катился, заснять. Я говорю, только в степи. Пока отпало дело. Здесь зачем? Там, где лес, так как я на самом деле на собаках ездил и показать. Я с казаками еще хотел поговорить. Лошадь подвели, заседлали. А заседлали так, что седло свернулось. Я, видно, там аварий чуть не потерпел. То есть реально надо приближать. И они бьют по пустому месту. Вот этот ролик им не понравится где-то. А я уже в другом конце города работаю в этот день. То есть не успевает. Нужно все время быть в движении. И они пришли. А у вас был, Игнатий? Был. Так это юритик, это псевдо-православный, это псевдо-лжепроповедник, лжемиссионер. Да вы что говорите? Его ученики в каждой школе принимают на ура. А вас нигде нету. Профессора раскланиваются, как ректор подойдет, поцелует перед всей аудиторией, перед всем профессорским составом. Естегнеев Владимир Васильевич. Зарядите, Естегнеев Владимир Васильевич. Вот так поклонница перед всем народом. Я поклоняюсь перед этим человеком. Мэр города также встречает. Едет в машине, помашет рукой. Это не мое, повторяю, это благодать Божия делает. Это не мое. Мне это дано. У меня нет образования. Я черно-рабочий. Или, значит, сказать, ассенизатор. Я на конце, на самом низу социальной пирамиды нахожусь. Что за мной гоняться-то? Я вот он. Мне гоняться не за чем, не за чем. Летом я босиком хожу, зимой в валенках. Ботинки надеваю только в сапогах. Любой вопрос я вам отвечаю во свете Библии. Любой. Почему? 53 года учусь. И вам этого же желаю. Вам отвечать за пасту? Не мне. Вам отвечать за каждую душу? Не мне. А вас, сказано, меньшая часть спасется из священства. Этот Златоуст сказал, не обо мне. Серафим Саровский молился день и ночь, три дня, об архиереях, священниках и богах, сказал, не пощажу, не помилую. Это не о простолюдинах, а я простой человек. Тарабиш говорит, метар. Зарядите, Тарабиш, метар. Что говорит о маленьком человеке с севера? Мне говорят, это о вас говорится. А комитрополит Сергий Саргородский говорил, что в особый, чрезвычайный момент, и бог особых людей будет выдвигать. Не облещенных никаким саном, а предприимчивостью своей, вдохновением они будут двигать себя и народ. Я понял это обо мне. А как вы это поняли? То, что в моей жизни есть, делается. Я никогда не был посторонним. Если заключенного обижали, я в комитет по правам человека, по защите прав, губернатору, прокурору края, я везде иду за самого маленького заключенного туберкулезника ходатайствую. Вы-то это делаете, нет. И у них динамики в камерах поломаны, то, другое. Где взять? Я веду радиопрограммы. Три радиопрограммы регулярно. Регулярно, одна часовая. Онлайн, говорится, прямым эфиром. Я говорю, нужны динамики принести на радиостанцию РСА. Завтра 56 динамиков уже стоят. Вас так народ слушает. Да не меня слушает, благодать коснулась. Выступает один и говорит, который я проработал все время на радио, ведь потом на телевидении. Старейший работник. Называет себя действительно так. Я слушаю вашу передачу. Насколько они составлены грамотно. Нигде попторов нету. Какое там имя? Я ничего этого не знаю. Я вообще не имею образования. Я просто как раз-то наитием иду. А он такой возвышенный. Я говорю, да я никто, как никто. Вы прирожденный оратор. Да ничего этого нет. Я сын пастуха. Ничего этого нет у меня. Приезжают профессора и исследуют, как с детьми возить. У меня голубятни. Я веду туда. Все рассказываю. А как вы учились? Никак. Просто я ребенок. Я не вышел из этого возраста. И поэтому смех ребенка. Бег. Я с ними играть могу. Бегать. Прыгать. Через скакалку. На этом самокате кататься. Даже у меня есть снимок такой. А чего учились? С голубями вожусь. Каждый день. Ой, да ему уже столько лет. Он из ума выжил. 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 Давно выжил. Кто читает Библию, с ума сходит действительно как. Со своего ума на Божий ум становится. Понятно? Я начинаю еще с голубей. Сейчас пойду собак кормить. Собрал всю окрестность. Собак кормлю. Это нужно вам? Воробьев, жуланов, сорок, ворон, дятлов. Это все у меня под окном. Кипит. Это птичий базар. А это нужно? Не знаю. Мне нравится. Нравится, я делаю то, что мне. Никому вреда в этом нет. Я это все начинаю с голубей. И этим противникам говорю, вот, посмотрите на себя, кто из вас держит голубей. У нас большая статья, Алтайская правда, это губернская газета. Написано, у злого человека голуби не боятся. Злые люди не могут держать голубей. И везде большими статья, это, Наталья Сохарева написала. Доминантом премии губернаторской. Это действительно так. Я уже 60 почти лет с голубями вожу. Больше даже. Мне нравится. Вот они, дикари. Вон они сидят. Но они, видишь, как на руке сидят, берут. Они будут подлетать потом. Это, ну, конечно, пустое все это. Но как интересно, сглаживает. Вот еще они скажут, а вы как приняли Иисусу в молитву? Исихасты там. Не знаю это. Вот у меня 100 поклонов. Три святые, 100 поклонов. Не меньше семи раз в день, не считая утреннюю и вечернюю молитву. А где это будет? Нигде. Моя внутренность этого требует. Требует. У меня на столе часто иеговистская литература лежит там. Субботник. Адвентисты седьмого дня. Католические журналы. Православные. Вся литература. Около пятидесяти наименования разных газет, журналов. Я как-то посчитал. У меня архив. Вот так осложить. Развернутая газета. Ну, вот так вот, как это. Тринадцать с половиной метров. Семьсот пятьдесят килограмм. Это я так себе. Это оставил потомкам. Почему? Потому что газета этих не будет. И все переплетал с корочками. Ну, я сам переплесчик-реставратор. Мне интересно жить. Интересно. Говорит, насытился жизнью. Я не насытился. Но готов каждый день умереть. С голубей и начали говорить-то. И заметьте, как это интересно. А вы о себе рассказываете. И вы расскажите о себе. Это никто не запрещает. Павел говорит, я более всех потрудился. Я могу это сказать. Я более всех был в вузах. Я могу сказать, вы-то не можете ничего этого сказать. У вас ничего нету, кто против-то. Нету ничего. Пустое место. И в чем бы я ни коснулся. А почему вы это делаете? Потому что нет народа этого. Почему до меня никто не насчитал в Златоусте двенадцать томов? По сегодняшний день нету. Жития святых полностью двенадцать дней. В 70-е годы, в 79-е там еще. Советское время. Почему никто архипелаг ГУЛАГ не издал? Я первый в стране наполнил весь Советский Союз пленками. Я знаю, за что сидел. Мне интересно жить. Я называю, такое есть стихотворение у меня, жить азартно. Я с Моисеем на своей вершине. В последний раз гляжу из-под руки. Враги с собаками, с биноклями. В машине мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня. Гнались до упаду. Я отошел. Не досягаем вам. Прощай, земля. Азарт. Закон ограда. Мой труд среды, считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на все гляжу. То есть я умер, отошел и все. Поэтому я обращаюсь как бы ко всем врагам. Простите меня ради Христа. Я молюсь каждый день о вас. Чтобы вам, вашего безумия, Бог не именил судный день. Я простой, смертный человек. Сын пастуха. Всю жизнь поработал печеньком и сторожем. И нигде не давали работать. И поэтому за мной гоняться. Я абсолютно уязвимый. 38 книг. Там столько же я о себе сказал, моим взглядом. Меня брать-то не надо на слове на каком-то. Столько роликов. В любом месте только бери и все. Но вам не взять. Потому что моего учения нет. Лапкащина, Лапкинщина. Но хоть как крути, все-таки Лапкина. Лапка это хорошо. Одно слово раз встречается. Цепляется лапками паук в царских палатах. Мои книги стоят в библиотеке у Путина Владимира Владимировича. Президента Российской Федерации. Ваших-то книг там нету. Мои все 38 книг находятся в парламентской библиотеке в Москве. В исторической библиотеке имени Ленина. Вашего ничего нигде нету. Мы на разных ступенях тут-то находимся. У меня труд. У вас звание. У меня ежедневный труд. У вас постоянная злоба. За мной гоняетесь. Почему вы не говорите перед народом? Почему в царской России были синагоги? Были? Ну, конечно, были. Евреев гнали. Ну, где-то гнали. На синагоге официально были и существовали. А были там эти буддийские ламы, чтобы стояли их храмы пагоды? Были. Гнали их? Нет. Царское правительство было довольно такое толерантное. А мусульмане были. О, да на каких постах еще были. Личная гвардия там, голубая дивизия охраняли. А у них были мечети? Были. Почему гонялись, уничтожали только старобрядцев? Старобрядцы это те, которые сохранили то, что было до Никона. То князь Владимир, Сергий Радожский. Это означает Антония, Феодосия, основатели монаши. Это всех гнали. Всех гнобили. Всех. В лице старобрядцев. В лице старобрядцев. Им не было места нигде. Они не знали, куда бежать. В Турцию, везде, везде. Кержинец, река прятали в тайге до Дальнего Востока. Вот объясните это. Почему? Вот поэтому меня и гоните. Что я внутри церкви и говорю, исправлять надо, дорогие мои. Надо выходить из этого дурного положения. А вы против священников. Ну вот я на вас, Господь говорит. Сборище священников на пути сихем. Сборище. Я говорю, что надо по-другому жить. А вот сейчас патриарх кидается на патриарха. А тут моя позиция другая. За патриарха надо молиться. Он ничего не сделал предосудительного. Патриарх Кирилл, что с папой встречался. Да как так? Мы думали, вы сейчас на патриарха. Значит, вы ничего не поняли. Я желаю спасения патриарха, а не для того, чтобы огорчать его. Он является начальствующим в народе. А вы его поносили. А как его поносил? Я сказал, что нельзя там, где в Канбере, где они были, эти шамбезили какие-то там, где в Лозане, там идол поднимали. Это нельзя было делать. Из Совета Церкви выйти надо. Надо выйти. Но это живая душа. Я его приглашал в Потеряевку. От общины мы приглашали его. И сейчас он ничего не сделал того открыто. Может, за дверями что-то там было. Но это, конечно, сближение с католичеством. Он в этом не видит ничего плохого. И я не вижу. В чем оно? Потому что все уже католичное. Крестить не хотят. Бриты. Все, что у католиков есть, это уже почти все здесь есть. За кем гоняетесь-то? Надо работать. А как униаты, как пилорят Денисенко, не знаю как. К ним бы я не пошел, причащаться-то. Но судить не буду. И вы считаете законным, если рукоположение сохранено от того времени, не было он под Анапиемой, как Денисенко. Законно. Законно. А еще начали с голубей. Вот. Еще раз покажи, как они там. Включить свет, если есть. И сейчас на этом сегодня закончим мы. Вот она где. Вот она сидит, голубушка. Он маленький. Под ней топоршится, как ногами. И она его не задавит. Она его будет кормить. Он, кажется, как вверх ногами сидит. Нет, правильно сидит. Видишь как. А тот большой. А этот рядом сидит. Они едят. И это молочко им отрыгивает. Они едят. Все однако. Я считал про это. А кто они там? Чукши. Какие там живут. Один на берегу костер жжет. А другой в лодке сидит. А женщина по берегу идет. Лодку тащит против течения. Однако далеко. Едешь что. Жену везу в роддом. Жена по берегу идет. Тащит. В лодку. А он в лодке сидит. Вот. Так священники, я хочу сказать. Кого вы спасаете? Вы сами себя только спасаете. Спасать надо людей. А меня простите. Успокойтесь. Я для вас недосягаемый. Недосягаемый. Потому что меня Бог сохраняет. Защищает. Но если прямо покуситесь на убийство, то мне это награда. Скажи. Мгновенно. Кто со мной знает. Если я сощищенник. Сразу жалобу в ту епархию на того священника. Ну напали на этого Иванникова. Сергий. Метрополит. У нас хорошее отношение. Мы по телефону разговариваем. Говорят. А что это за люди на вас такие нападают? Никогда этого не было. Такое впечатление, что вас убить хотят. Убить. Это говорит митрополит Московский Патриархат. Я говорю. Действительно так и есть. Они лопаются от злости. Но это не надо. Почему? Обуянный дьявол. Дьявол захватил. Не пободрствовал. А может и никогда они без него не были. А ты как к ним относишься? Я молюсь. Один из них. Сергий. Там. Где-то в Томской епархии. У него нет квартир. Я каждый день молюсь. Господи. Дай ему квартиру. Он для меня дорог и близок. А тот, который там пришел в Америку на букву С. Тоже. Господи. Дай ему истинную веру. Зря он перешел сюда, если ничего в православии не нашел. Он был у баптистов якобы. Пусть бы он там был, пока дозрел. В православие идти нужно тогда, когда ты понял, что там не церковь. А он считает, там церковь, а сюда перешел. А в сравнении с нравственным, знания Библии даже не приходится сравнивать. Вообще никакие ему православные. Я конкретно указываю, сколько книгами занимаются. Могли бы хоть раз вызвать. Или хотя бы по скайпу, там, в центрский отдел. Дворкин там был. А они говорят неправду. А на суде-то надо будет говорить то, что есть. Доказательства. Кого я увел из православия одного, покажите. Я покажу веру мою из дел моих. Вот люди, вот священники, которые были протестантами, которые стали верующими. Зайдите на мои ресурсы. На Mail.ru, на форум, на сайт, на YouTube. Там мало ли что выставляют еще ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, там еще Твиттеры. Это модераторы делают наши материалы. Я нигде ничего своего не... Нигде. Если я говорю о монашестве, о мощах, ну, говорю так, как по Писанию. Идти надо, а не сидеть. Мощи захоронить надо, а не рубить, не резать, не тащить домой. Ну, Богу нашему слава. Помилует Он нас. И прости всех. И прости меня, Господи. Еще раз говорю, прошу у всех прощения. Только укажите мне ошибку. Я в общем прошу, как человек страстный, грешный, азартный. Ну, где? Они ждут, говорят, ему уже 77 лет скоро будет. Он уже отжил век, из ума выжил старик. Выжил, выжил, все. Ну, хожу по земле, Бог терпит. И к этому выжившему из ума люди приходят и приходят. И каждый день показывают, сколько людей приходит. В один день только вот показали по 6 тысяч. Это не два человека. Тем более я... Ну, что спрашивать-то? Инвалид умом, инвалид всем. Сколько нам им все. Корявая биография, все изломано, руки выверщены. Ну, что говорит, пережженные ноги, все перекурочено. А я хожу, бегаю и прыгаю на велосипеде, катаюсь. И славлю Бога за каждый день. Поэтому всем-всем от меня низкий поклон и прошу прощения. Во имя Иисуса Христа, Спасителя моего. Грешен аз, многогрешен, супергрешен, архигрешен. Все.